Жизнь в сказочном мире перевернулась с ног на голову. Белоснежка работает в барбершопе, а колдунья стала печь милую выпечку. Смотри скорее на Лалилу! В прошлом злая колдунья теперь кондитер сладких зефирок. Создаем для нее новый образ. Начнем с застежек липучек. Приклеиваем их к розовой ткани. На таком же отрезке обводим и вырезаем круг, по центру делаем отверстие. Примеряем на колдунью сначала обтягивающее платье на липучке, а затем надеваем юбку солнца. Из лавандовой ткани вырезаем объемный плащ. Собираем его в складки наметочным швом. Набрасываем плащ на плечи, покрываем головной убор ПВА-клеем, посыпаем розовым глиттером. Из белого фоамирана делаем высокий воротник. Украшаем ворот полубусиной. Добавим пояс-косичку из золотистых шнурков. А на голове колдуньи возвышается глиттерная корона. Вот такая роковая дама у нас получилась. Но насколько строго колдунья выглядит внешне, настолько же она в душе любительница вкусняшек и всего милого. Подавилась тортиком, вот беда. Нужно посмотреть заклинания от кашля и от икоты заодно. Ох, полегчало. Белоснежка меняет имидж. Покрываем ее тело флеш-татуировками. Наклейки для ногтей отлично подойдут. А тема цветов всегда популярна. Из черной ткани делаем обтягивающее платье. Подчеркивать талию будет корсет из искусственной кожи. Вырезаем и фиксируем его поверх платья. Украшаем металлическими полубусинами. Цепочка плюс пара соединительных колечек. И вот на поясе подвешена двойная цепь. Поработаем над волосами. Красная лента ободок будет смотреться круто. Шею украшаем кожаным чокером с заклепками. Ботинки перекрашиваем в черный цвет. А на носки обуви приклеиваем массивные шипы. Новый образ белоснежки просто вау! Ей так идет этот стиль! Кто бы мог подумать, что после свадьбы с принцем она устроится в барбершоп делать флеш-тату и стильные прически. В салон зашел ее давний приятель. Ничего себе, ты круто изменилась! Ха, это точно! Смотри, как все начиналось! Классные флеш-тату! Тоже хотел такие, но никак не определюсь с эскизом. Семь гномов тоже очень изменились. Убираем у куколки Лол прежние волосы. Стираем макияж средством для снятия лака. Из окрашенной шерсти формируем волосы и бородку. Какой забавный бородач получился! Коричневым акрилом рисуем штанишки. Желтым акрилом тонируем кофточку и посыпаем липкий слой глиттером. На поясе подвешиваем цепочку. Этот гном знает толк в стиле. Ух ты, целая толпа неформальных гномов! Куда же собрались эти модники? Конечно, в барбершоп Белоснежки. Кто записан на сеанс первым, занимайте кресло и... Начинаем! Ваши пожелания? Хочу крутую флеш-татуировку! А можно что-то с растениями? Я так люблю природу! Конечно, этот цветочек словно вас и ждал. Моим друзьям-гномам укладка в подарок. И вскоре уже у каждого красовалась на руке новая тату. Гномы обожают барбершоп. А Белоснежка любит свою работу. Лист искусственной кожи складываем пополам и намечаем контуры фартука. Вырезаем, добавим вместительный кармашек. К нему прикрепим бирку с логотипом салона и металлические полубусины по краям. Прикрепим ленточки-завязки и украсим нашивкой с бутонами роз и цепью. Этот фартук просто создан для Белоснежки. Как только девушка приходит на рабочее место, в первую очередь надевает защитный фартук. С удовольствием носила бы его хоть весь день. Из глиттерного фоамирана и цепочки шьем сумку. Вырезаем форму сердца. Акрилом рисуем черепок. Делаем аналогичную вторую деталь. Присоединяем цепочку. Не забываем о стразах. И новая сумка отправляется к колдунье. Соединяем две пары колес от машинки. Объединяем их осью. Затем отрезаем нужные участки от сломанного авто. Наклеиваем сверху полосу черной непрозрачной папки. Собираем все детальки в полноценный самокат. Устанавливаем спереди раму, ручку. На яблоке рисуем пугающий черепок. Фиксируем его наверху. Из синельной проволоки делаем руль. Ну что, погнали делать тест-драйв. Королева отдыхала в парке, но ее покой перебил резкий шум. Привет! Оцени моего железного коня. Впечатляет! А ездит быстро? Пять минут до центра города. Становись, прокачу! Вау, ты права! А это что, то самое яблоко? Да, удачно ты мне его подсунула. Теперь это мой талисман! Ха-ха! Мастерим волшебное зеркало. Облепливаем пластилином ручку зеркальца. Вставляем ее в бутылочку и заглаживаем стыки. Окрашиваем всю конструкцию. Берем посудную губку и тонируем зеркало фиолетовой краской. Рисуем забавную рожицу. Закрашиваем раму и ручку в бронзовые оттенки. Украсим раму стразами, а на ручку наносим термоклеем объемные узоры. Теперь зеркальце для белоснежки. Подготовим прозрачную крышку. Отрезаем кусочек деревянной палочки и склеиваем их вместе. Рисуем рожицу черепка с потеками. Окрашиваем в красный цвет и тонируем металлическим акрилом. Осталось вырезать само зеркало из серебристого картона. Приклеиваем его к раме и готово! Свет мой зеркальце скажи! Да всю правду расскажи! Что добавить в рецепт пончиков? Ой, кто-то звонит! Белоснежка, привет! Дорогая королева, мы с гномами очень соскучились по твоим кексам. Приготовишь нам порцию? С радостью, но у меня только на днях пропал фартук. Нужно отправиться за новым. Пока это золотое создание совсем не похоже на ворона. Ничего, перекрасим его в черный цвет. Вставляем глаза стразы. Без перьев тоже не обойтись. Делаем из них крылья и хвост. Окрашиваем клюв. Верный спутник колдуньи – черный ворон. Он очень ленится летать. Зато посидеть на месте и занять любую неподходящую поверхность – точно про него. Кыш, кыш! Машину нужно отогнать. Несносная птичка. Прыгай на плечо. Кар, знаю одного талантливого модельера. Скорей к нему. В ателье уже выполняют заказ. Рисуем и вырезаем силуэт фартука. Украшаем его по краям тесьмой с рюшем и розовой атласной лентой. Получилось очень мило и нарядно. Добрый день! Чем могу помочь? Нужны шелка, бархат, мех? Что шьем? Нет-нет, мое изделие должно быть готово. Вот! Ах, этот чудесный фартук! Потрясающе! Он такой элегантный! Обязательно оставлю вам положительный отзыв. В формочку для кексов погружаем пластилин. Вырезаем круглую скатерть из розовой ткани. Три палочки для суши укорачиваем и покрываем металлическим акрилом. Получился небольшой столик. Накрываем его скатертью и в центре приклеиваем глиттерный круг. Из пластилина скатываем кексы. Сколько вкусной выпечки будет! Окрашиваем акрилом шоколад и глазурь. А сверху посыпаем блестками, бульонками и звездочками. Так, ставим кексы в духовку. Теперь немного подождем. Кажется, готовы. Вот они вкусняшки! Свежие и горячие! Я просто прирожденный кондитер! Жми лайк, если понравилось новое хобби принцессы и колдуньи. Подписывайся на Лалилу и ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Доступы! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...